всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука сегодня 26 апреля и впервые за много 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 дней у нас пасмурный такой обзор хмурый потому что к нам пришло долгожданное такое снижение температуры и можно даже сказать похолодание сегодня 9 градусов утром днем будет 12 13 на ночь обещали 78 вот сегодня я как раз собаку видела кушек сегодня я как раз высажу вот эту грядку и закрою их пленочками так же как вчера все покажу как я укрываю от киплицы остались одни вот упаковки надо собирать куда-то их ну короче утилизировать сейчас посмотрим на 3 сегодня третий день будет сборки теплицы посмотрим до каких размеров ее собрали у меня муж и сын завтра им на работу так что вот сегодня сколько соберут столько пока все оказалось что это не так просто я уже говорила что у нас была такая жара что тюльпаны все эти нарциссы и тюльпаны все обгорели у них как бы скрючились вот эти вот и что никогда я не делала в апреле в апреле такая стояла сушь и жара что пришлось поливать все вот поливала уже эти томаты поливала лук батун который без дополнительной влаги он не будет давать сочное перу вот этот у меня старый я оставляю один куст обычно двухлетний для того чтобы шишки с семенами собирать и каждый год подсеваю и все опытные огородники знают что самый вкусный самый мягкий надюша проверяет самый мягкий вкусный сочный батун это свежий вот в том году который насеянный в этом году будем кушать а осенью я посею на будущий год опять уже новый а этот останется один куст на семена жарко нам было плохо понижение температуры вроде бы хорошо свежесть тоже не очень хорошо томаты будут в теплице сегодня закрытые единственный плюс такой погоды это можно спокойно зайти в теплицу поработать подвязать что не успела в жару потому что в жару здесь заскочишь через час уже убегаешь и все на целый день порцию получил больше ничего делать не охота можно навести порядок вот чем я и займусь в теплице сделаю сегодня идеальный порядок последние дуги вот которые торчат вытащу потому что они уже бесполезно не нужны привяжу последние томаты и вот коротышки еще не привязывала привяжу коротенькие колышком тут даже еще колышков нет потому что я говорила что они короткие их очень долго можно не привязывать они же толстоногие они не заваливаются стоят все но дверь сегодня у нас будет закрыта будет открыта только форточка потому что 9 градусов это не очень тепло в этом году из-за аномальной жары как-то очень быстро и незаметно как-то неожиданно яблоня вот вошла в фазу бутонизации и я в этом году хотела по правилам сделать вот это голубое опрыскивание трехкратное как специалисты всегда рекомендуют зеленый конус розовый бутон и короче зеленый конус я пропустила она очень быстро раз и вот они листья вот они уже бутоны сейчас еще можно сделать опрыскивание по розовому бутону потому что я два года пропустила опрыскивание начинается и паршивые яблочки появляются короче вот яблоню мне надо срочно опрыскивать голубым раствором медного купороса чтобы но профилактика различных заболеваний это очень важно для них но сегодня ветреная погода сегодня ничего не получится если буду делать я покажу иногда бывает я не успеваю и пропускаю ну и медленно но верно вырастает мой домик вот эта теплица мои мечты уже каркас собран полностью вот сегодня будет третий день сборки осталось самое сложное вот там вот эти коньков в коньке эти форточки то с термоприводом а так все собрано я сейчас покажу кто-то просил показать как крепятся вот эти вот где стойки сейчас зайду и покажу перекладины крепятся вот так все покрыто вот этим вот но защитным от коррозии покрытием короче тут добавлены вот такие в варен и сваркой короче придела на вот такие еще уголки которые не позволят ну как я понимаю обрушение это вот усиление такое потом еще сейчас подождите хотела показать наверное сейчас выключу дойду потом покажу когда я выбирала можно было выбрать несколько вариантов двери но я выбрала именно вот такую вот смотрите дверь раз разделена ровно на две половины и можно в одном случае открыть ой всю дверь а в другом случае так можно открыть половина двери получается что у меня до этого же была только форточка а тут дверь из двух частей можно пол двери открыть можно полностью дверь открыть мне кажется вот это очень удобно потому что когда я открываю одну форточку недостаточно вроде проветривания а когда откроешь всю дверь вроде бы холодно прям задувает и вот выбрала именно такой вариант правда ни разу у меня не было но я просто подумала что мне так подойдет больше вот буду потом всеми впечатлениями делиться что обживаем новый домик будешь тут у меня трудиться вместе со своими четырьмя котятками если те теплицы у нас как бы просто втыкались в землю и мы их закрепляли там еще чем-то то это вот так она прикручена вот к нашему на люди к нашему вот этому импровизированному брусу который сделан из двух плах но размеры выдержан такие же так у нас получилось 10 на 15 как и указано что нужно укладывать на груз на брус 10 на 15 она сначала прикручена к брусу потом брус будет уже закрепляться к земле такими большими из арматуры металлическими шпильками вот это уже стоят стеновые форточки потом которые кроме вот тех огромных дверных будут вот здесь в середине и будут открываться фиксироваться там крючочком и будет короче и проветривание будет скольки с четырех сторон все четыре стороны света будут проветриваться и еще вверху лишний жар будет уходить вверх вот так вот пока этот поликарбонат только на торцах ой мне уже нравится все смотрите как как то это как слово такое монументально так основательно всего правда вот так если что можно на лето сюда в уголок переселяться рядом с форточкой лежишь отдыхаешь ой погодка короче у нас вроде бы похолодало прошел небольшой дождик долгожданный такой у нас же был такой сушняк но теперь нам холодно людям же никогда не угодишь когда жарко хочется прохлада когда прохладно хочется потеплее бы сегодня буду высаживать первую вот эту заканчивать грядку высадка в открытый грунт буду закрывать все типа как по тоннелю утеплять и все это будут первые томаты короче когда я укладывала на консервацию я же вам говорила кто следит за мной ну ежедневно что эти томаты я хочу дотянуть до открытого грунта и вот часть останется там которые я буду тянуть реально до открытого грунта и вы посмотрите можно ли пол месяца их затормозить а какую-то часть которые наши сибирские вот эти выносливые сейчас вот рубиновый кубок потом эти золотые купола король гигант все их высажу все-таки сюда потому что мне жалко как объяснить жалко своих трудов что я вот сейчас на эту грядочку все таки я высаживаю все хлопачу жалко отдавать эту грядку только под скороспелочки потому что они там вот которые я высаживаю те которые остатки я вам говорила что они не очень они там долго стояли вот это неизвестная бета неизвестный чудо лентя я же не знаю получу я с них что-нибудь или не получу что это вообще за томаты и я вот решила что хотя бы пол грядки пусть это будут нормальные томаты наши сибирские они тоже выносливые они неприхотливые но они крупноплодные из них хотя бы я знаю что я гарантированно получу урожай вкусных плодов если они будут еще и ранее то будет вообще прекрасно если в этом году получится то на будущий год специально вот таких вот томатов буду часть пораньше сеять и выращивать в тоннельчике рано для получения раннего урожая в открытом грунте потому что теплица конечно она еще доступна не всем и у многих и нет возможности ее купить у многих нет даже ну живут в таких населенных пунктах отдаленных что возможно даже и нет в реализации в торговле и невозможно довести ее будем приспосабливаться к тем условиям которые нам дает природа если вот хотим как сказать урожай ранее получить но все-таки нужно научиться его выращивать без теплицы без применения теплицы вот балаганчики тоннельчики различные вот дуги тряпочки пленочки все будем использовать для того чтобы как можно раньше получить урожай все до свидания это у нас 26 апреля хоть прохладненько немного хоть пасмурно но все равно птички поют и работать в огороде можно уже почти прошла мимо ну заметила вот как после дождя смотрите они прям такие как бодренькие растолстели распушистились и скажу про эту грядку если ты у грядку я сейчас высажу и буду укрывать вот сегодня 8 будет 9 8 7 я все-таки накину ту эти при таких температурах я не буду укрывать потому что я обычно такие томаты до 5 до 4 градусов ночных не укрываю потому что эта температура она непродолжительная вот днем например у нас 12 14 вечером я посмотрела будет 12 и только перед рассветом 2-3 часа температура опускается потом снова начинает подниматься они не успевают даже испугаться и грунт который уже создалась такая определенная температура у нас потому что жарко грунт он за это время не успевает так сильно охлаждаться чтобы их каждый раз упаковывать я вот эти томаты холодостойкие неприхотливые выносливые буду укрывать и укутывать только в том случае если температура ночью будет ниже 5 градусов про них все которые совсем никуда не пригодились уж совсем совсем остатки будут расти в ведре они тоже все с бутончиками тут уже явно вырастут не вырастут не вырастут еще одну минутку вот смотрите вот это придомовая помните совсем недавно я вам показывала что здесь молодежь молодежь которая для открытого грунта я сильно не обращала внимание ну хожу и хожу вчера при поливе начала когда выдвигать и там до дальних до оттягиваться я заметила как они сильно за эти жаркие дни прям увеличились причем увеличились все в общей массе вот смотрите если те которые в теплице франкенштейн они были старше а здесь были совсем малыши я сейчас посмотрела они все сравнялись общая каша малаша короче все выросли и вот это только за счет солнца потому потому что они кроме солнца и воды здесь ничего естественно не получают поливать то их не успеваю и вот как они возмужали выросли тоже просятся на улицу высадку но им немножко подождать придется я погоду свою всегда ежедневно отслеживаю захожу и смотрю и вот смотрите у нас буквально всего на два дня сегодня и завтра понижение сегодня плюс 13 а завтра уже опять 20 и всего две ночи чуть-чуть с пониженной температурой там 7 и 8 и снова со вторника плюс 23 плюс 26 ночные плюс 14 плюс 13 так что вот такого вот у нас погода же всегда весной качели тепло похолоднее тепло похолоднее вот такого вот кратковременного понижения температуры я не боюсь и томаты которые я высаживаю сейчас в грядку они тоже не боятся но при вот такой температуры при температуре 7 8 6 я все-таки укрывным материалом их укрываю сегодня буду рассказывать когда нужно двойная с пленкой с полиэтиленовая когда можно обойтись только одной тряпкой вот этой нетканкой и еще обращаясь к своим зрителям кто не смотрел сегодня выпуск про мошенников про то что активно стали создавать каналы с моим именем и вот атакуют меня со всех сторон в конце посмотрите пожалуйста видео предупреждения чтобы вы не велись не верили вот не велись на эти провокации это все создано только для того чтобы мы все ругались мы все ссорились этот видеоролик был выпущен отдельно но кто не видел посмотрите в конце вот прям сразу за прогнозом погоды если кто видел то можете не смотреть и я там показала разницу между моей моим каналом который наполнен и тем откуда пишут эти гадкие комментарии что он совершенно пустой вы сразу поймете что это не я хожу по чужим каналам и оскорбляю блогеров все до свидания к сожалению атака хейтеров на меня продолжается вот мне одна зрительница сказала что на чужом канале у с у натальи с марчковой под видео освоение нового участка выставлен комментарий от моего имени но во первых я не когда не захожу на чужие каналы и не смотрю видео потому что мне просто сейчас некогда вот смотрите все подделано подделан мой логотип подделано мой моя фамилия имя это значит специально создавался канал для того чтобы ходить по чужим каналам писать ужасные комментарии чтобы настраивать против меня зрителей вот уже ольга чернова пишет ужасный канал другое дело у меня но вы понимаете что нормальный человек не может такого написать тем более я и тут же естественно зрители уже как бы думая что это я пишу пишут наверное таким способом делают себе рекламу пишут ольга не ожидала от вас единственное вот ирина литвинова написала что это канал двойник там нет ни одного видео просто обидно за хорошего блогера всяким дрянем просто не живется спокойно от зависти вот и питаются пытаются ли хороших людей ссорить тут как будто бы я отвечаю если ты у меня на канале я тебя удалю тут еще один пишет что это ее второй канал она с него пишет часто она мне с него письма писала ну короче тут уже начинается всякий бред как быстро люди поддаются на провокацию я понимаю что разобраться очень сложно смотрите и вот мне спасибо добрый человек вот ольга ну вот короче ольга коряева корева что ли написала если вы увидите мой комментарий и он покажется вам неадекватный не соответствующий вообще моему стилю общения и вам достаточно перейти вот например смотрите я сейчас конечно пожалуюсь этот канал заблокируют но можно создать очень много других таких вот смотрите переходим на этом канале нет ничего нет ни одного подписчика нет ни одного видео и этот канал создан специально для того чтобы отпугнуть май от меня моих зрителей и других потенциальных зрителей чтобы ударить по моему имиджу представить меня вот такой я не знаю ходящий бродящий по другим каналам и унижающий других блогеров чего я делать никогда я вообще никогда не смотрю другие видео я говорю во первых из-за нехватки времени если мне нужно найти какую-то информацию то я стараюсь статьи читать вон у все мы к сожалению я убрала смысл этого видео в том что не все что мы читаем не все что мы видим в интернете это не все правда в этом видео вот новый участок с чего начать сейчас во первых напишу автору этого видео в которых в который залез хейтер специально чтобы рассорить нас ну как видите вклиниваются стараются чтобы блогеры между собой начинали ругаться тявкаться все вот я сейчас во первых пожалуюсь в youtube пусть они выясняют кто это с каких адресов шлет во вторых извиняюсь конечно перед натальей сморчковой хоть я ничего этого и не делала но как вы понимаете но я надеюсь всем понятно что я никогда не буду зачем мне это нужно делать пустую страницу только для того чтобы зайти на канал и сказать а у меня канал лучше а у вас ужасный все желаю всем быть бдительными желаю уже как бы научиться разделять когда канал ой когда комментарий настоящий а когда это фейк ну разве можно разве я буду сидеть тратить время для создания нового канала чтобы просто написать ужасный канал другое дело у меня это конечно все бред сумасшедший но очень неприятно кого-то наверное очень бесит и моя активность и то что у меня стремительно увеличивается количество подписчиков я не знаю кто эти люди и зачем им это нужно но вот пока приходится обороняться атака мошенников атаки мошенников все чаще и чаще все до свидания я вот написала комментарий под этим видео наталья сморчкова обратилась написала обращаюсь к автору и зрителям наталья сморчковой комментарий ужасный канал другое дело у меня размещенный под этим видео писала не я это сообщение пришлось с фейкового канала пустого вы сами можете в этом убедиться канал создан специально чтобы возникали ссоры и вражда между людьми я прошу автора пока его не удалять по моей просьбе по моей жалобе администрации ютуб с автором этого канала будут разбираться я хочу всем зрителям объяснить что вот я сейчас уже поняла что это не просто вот такое раз сообщение чтобы как какой-то по мне ударить по моему имиджу чтобы мой канал немного упустить задумайтесь целенаправленно отправляют вот такие сообщения от одного блогера на канал другого блогера одно дело если бы на моем канале писали представьте это запускается мне кажется специально все люди сейчас дома сидят и так у всех плохо у всех не очень хорошее настроение мне кажется хотят именно что всех перессорить переругать чтобы люди вступали вот в эти перепалки в эту брань вот я ей написала она бы мне ответила я бы дальше оскорбилась если бы я не увидела этот комментарий например еще бы раз ответила вы поймите что блогеры друг другу очень редко пишут вы хоть раз видели у меня на канале чтобы кто-то залез ко мне там в переписку со зрителями какой-то блогер та же Наталья Сморчкова и написала бы ой да нет это плохой канал у меня хороший так же и я вы до этого когда-нибудь видели чтобы на каком-то канале или ну не знаю я например или у Юлия Меняева или у той же Натальи чтобы я залезла в комментарии что-то написала плохое все равно какая-то этика существует и мы стараемся не как-то не оценивать не осуждать друг друга у меня если даже есть какие-то видео ну как какие-то высказывания о тех или иных методах я никогда не называю ни фамилию блогера ну просто говорю у одного известного блогера все а чтобы в открытую какой-то блогер зашел на чужую страницу и написал такой комментарий вы сами подумайте ну такого априори не может быть я же прекрасно я совсем не глупый человек и прекрасно понимаю что написав такой комментарий я бы вызвала вызвала шквал негатива в ответ от зрителей Натальи Сморчковой ну вот что и происходит сейчас уже пишут да это ее второй канал она с этого канала пишет часто зрителям никакого второго канала у меня есть у меня просьба ко всем ко всем кто увидит это видео пожалуйста если вы увидите вот такое вот так сейчас я отправлю если вы увидите вот такое вот странное сообщение ну вы же уже знаете как я общаюсь в какой манере что для меня это не свойственно зайти куда-то на чужой канал вы же смотрите не только мои каналы разные другие если вы увидите на каком-то чужом канале мой комментарий хоть адекватный хоть неадекватный будьте уверены что это не я я не хожу по чужим каналам не пишу ничего пожалуйста я вас очень прошу сразу сообщайте мне я делаю фото этих комментариев я делаю фото этих фейковых страниц и буду отправлять жалобу в youtube чтобы этих людей не просто блокировали а чтобы вообще запрещали вход на youtube и чтобы не разрешали открывать такие вот каналы это очень плохо может кончиться все мы переругаемся даже если кто-то до этого уважал друг друга или относился хорошо будет относиться очень плохо вот уже видите тут уже формируется мнение что это мой второй подпольный канал что я с этого канала пишу хожу гадости это все неправда будьте бдительны сообщайте пожалуйста мне я вас прошу все до свидания